Послушайте, дай ей какие-нибудь наушники, ну как она будет слушать? Не-не-не, поделись, она поделится. Поэтому тот, кто желает остаться, находясь дома и думает, что может независимо освободиться от этих шесть побуждений, шесть врагов, которые находятся в нем, кто-то может практиковать. Как на самом деле птицы, которые могут летать, но люди не обладают этой способностью летать как птицы. Точно так же для человека невозможно самостоятельно освободиться от материального мира и избавиться от шести врагов, от шести побуждений. Что, у нее телефона нет? И поэтому, слыша вопросы, Шукадалка с вами очень обрадовался, потому что все вопросы, которые задал Парикшит Махарадж, они все относятся к благу для живота материального мира. Каким образом они могут обрести благо? Какова тенденция сада? Духи, тот, кто видит несчастье других, он так же становится печальным. Духи, Духа, и вот это разделение, это мое, это твое. И тот, кто считает, разделяет, но Ваишнав, он никогда не имеет этой тенденции. Он считает, что весь мир принадлежит ему, и что в этом мире нет никакого недостатка, что этот мир полностью освящен счастьем. И поэтому в таком особом настроении Иши Парикшит Махарадж задал вопросы, Иши Шукадалка с вами с радостью ответил на эти вопросы. Завтра мы продолжим эту парикадку, о чем же Шукадыва с вами поведал на вопросы Парикшит Махарадж. Завтра мы продолжим эту парикадку, о чем же Шукадалка, о чем же Шукадалка, о чем же Шукадалка. Сейчас Хари Бхактов Прабу продолжит рассказывать Хари Кадку. Прежде всего я хотела бы предложить мои Дандават Пранамы Лотосом Стопам, Шиши Мат Бхакти Веданта Шипадмада в Махарадже, и также моему Парамгуру Деву, неделю пролистую личную плату Штатараш, это Шиши Мат Бхакти Веданта Шипадмада в Махарадже, и присутствуем здесь, под Шипад Шидару Махарадже, и моему Шикша Гуру, Шиши Мат Бхакти Парамешара Прабу, всем собравшимся в Ашнавам и в Ашнаве. Махарадж приказал мне говорить на английском. Мы начали уже изучать Шиман Бхагаватам, и имеется мантра, И далее в шлоке объясняется, что Бхагаватам, она является нитья Бхагаватам Севая, на примере Амбариша Махараджа, который является для нас олицетворенным примером. Амбариш Махарадж, каким образом он использовал все свои чувства, все, что у него было на служение Господу. И когда пришло, и когда Шишикадев Госвами, совершая, который поведал Шиман Бхагаватам, находясь здесь, мы совершаем практику духовного служения под руководством Ашнавы Махараджа, и также присутствующих Ашнавы Махараджа, но то, что Шиман Бхагаватам дает учение, которое важно, и даже не нужно особой квалификации, чтобы войти в глубину объяснения Шиман Бхагаватам. А здесь Катхай идет на хиндии, затем на английском. Учень трудно. Учень трудно. Учень трудно. Он рассказывает о том, что является Ишварой и процесс, с помощью которого можно достигнуть лишенную шли Шиваджи, которые являются сутью чистого преданного служения. Сам Шиваджи говорит это. Он говорит, что очень труднодостижимо достигнуть такого положения, как Шиваджи, Брамаджи. И это очень редко для отживы материального мира. Но невозможно также достичь более высочайшего положения. Но Брама и Шиваджи занимают это положение, что является, конечно, целью. Брамаджи объясняет по этому поводу, что... Очень трудно понимать, к сожалению, на английском этого преданного. Что является истинным качеством правдивости. Что находится... Что то, что помогает... Поэтому... Господь Шиваджи... Он является олицетренным примером для нас, каким образом может служить Господу Вишну. И Господь, видя эту потенцию... Потенцию... Помогает, как Господь Вишну... Сам лично пришел для того, чтобы совершать аскезы в этом материальном мире. Как мы, например, находясь в духовной семье братья и сестры, находясь под руководством духовного учителя, находясь в Адусанге, таким образом формируются наши духовные качества и соответствующее поведение. И поэтому Майя, она постепенно-постепенно, которая пленяет Дживу, она постепенно-постепенно ослабевает. Точно так же, как шмель, который летает над разнообразными цветами, и опьяненный ароматом этих цветов собирает нектар, прилетает от одного цвета к другому. Поэтому этот... А иногда этот шмель совершенно опьяненный, остается на лотосе. И этот лотос, когда закрывается, он является пленником этого лотоса. И точно так же воспевание святого имени имеет так же этот особый вкус, нектарный вкус меда. Но для того, чтобы почувствовать этот трансцендентный вкус, сладость этого... этого сладчайшего напитка, сладости, существует определенный... определенный процесс, с помощью которого это достижимо. в этой эшелоке, которая объясняет, что такое бахте. И так же существует определенное правило прописания, которое мы должны следовать в начале нашего духовного пути. Эти принципы необходимы. как, например, ученик, он идет в ашрам, и точно там же... и в начале, в начале своего обучения... он видит многое, то, что совершенно в начале отвлекает его, потому что ещё нет определённой практики, и то, что приходит на уровни материальных чувств, это также является ещё важным. Вот это удовлетворение материальных чувств, оно является препятствием. И поэтому, что эти все чувства на самом деле, их можно использовать также в духовном служении, в духовной практике, смотря с каким настроением мы совершаем. И поэтому эти чувства материальные, они иногда захватывают и беспокоят ум. Как Шримад Бхагаватам объясняется, как Дашарат Махарадж, который однажды там очень длительное время шёл, не было дождя. И министры посоветовали ему, чтобы он встретился с одним Брамачарием, Наштихом Брамачарием, который всю свою жизнь, но на пути своём он увидел этот Брамачари, который Наштих Брамачарием, который жил в лесу, и его родители, они были... И этот ашрам, в котором он жил, он находился как бы недалеко от реки. И когда царь пришёл, он вначале хотел, потому что министры сказали, что... И вначале он увидел родителей этого Брамачаря, с которым он встретился. И он сказал, что он сейчас где-то там находится на пути, и поэтому они встретили его и привели его дворец. И попросили его... И в тот самый момент, когда он пришёл, дождь начал, потому что засуха была очень сильная. И по этой причине посоветовали царю, чтобы он бросился к этому Брамачари. И когда только он пришёл, сразу же дождь начался, и засуха отступила. Но когда он вернулся в ашрам, там же также другой ученик находился, который также следовал гору, и этот Брамачари. Всё, что он делал на самом деле, это было служение не царю, а для того, чтобы улетая в рицию у духовного учителя. И далее... Ему задали вопросы... И что-то произошло, когда один из учеников... Когда он пошёл в лес, он увидел, что какой-то... Он как бы подвергся какой-то опасной ситуации, какой-то шудр или кто-то находился в лесу, и что-то грозило его жизнью. В этот момент он начал спелать святое имя, и, видя его в таком состоянии, тот же же Гуру Дэв пришёл. Вы знаете в Шримадбхагаватам с первой по девятую песни, которая объясняет... Это является как бы Татва Вичар. То есть всё, что повествуется там, является очень важным для нас, для совершения Садданы. И поэтому я хочу на этом закончить. Спасибо. 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 Вайшнава используют для служения, а те, которые зарабатывают деньги и жертвуют, они также обретают Бхакти Сукрити. Однажды один святой, который жил в деревне, и он ходил по всей деревне и собирал пожертвования для служения Хари-куру Вайшнавов. Спасибо. 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 Мы вчера слушали эту историю. И в один дом приходила женщина, которая была хозяйкой того дома, которая никогда не подавала ничего этому святому. Каждый день, когда он приходил, она спрашивала, почему ты ходишь, собираешь пожертву, почему ты не работаешь и не зарабатываешь деньги. И однажды она смазывала навозом полы в доме, как обычно в деревне. И поэтому в таком особом настроении раздражения она, когда произнесла эти слова, бросила тряпку, которая была очень грязная, которой она смазывала этой полой, она бросила этого святого. Он взял ее, эту тряпочку, хорошо вымыл, высушил, а вечером он предложил в форме фитильки, фитильки он сделал из этой тряпочки. И во время арати он предложил огонь для Такурджи. И когда он использовал то, что ему жадная женщина пожертвовала для служения Такурджи, в этот момент она находилась в своем доме и сердце у нее изменилось. На следующий день, когда он пришел, она сказала ему, пожалуйста, прости меня, я совершила ошибку. Я так с тобой очень как бы неприлично поступила, и она пригласила его в дом и пригласила то, что святой Вашнава собирает в виде пожертвований. Он использует служение Господа, те, которые жертвуют, они обретают бхакти-сукрити в этот момент, и жизнь меняется, сердце становится более мягким, и они обретают духовные впечатления. Один из учеников Шилы Прабхопады, который очень хорошо собирал пожертвования, однажды он пошел в одну деревню и собрал очень много пожертвований. Но был также один дом, люди, в котором мы жили, они также были очень жадные. С одной стороны, кто-то сказал ему, Махараш, не ходи туда, тебе ничего не подадут в этом доме. Но он пошел, он пришел в этот дом, и каждый день он приходил, и каждый день он с пустыми руками возвращался из этого дома, никто ничего ему не подавал. А однажды, когда он взял, и этот хозяин дома взял пепел, залу, он взял его, он взял его, принес в мат. И Шилы Прабхопада сказал ему, по крайней мере, они что-то дали тебе. И Шилы Прабхопада сказал одному из учеников, ты можешь использовать эту залу для того, чтобы мыть при финале для Кришны. И когда слуга начал использовать эту залу для того, чтобы мыть при финале для Кришны, тот, кто подал эту залу, у него сердце начало также меняться, что-то стало происходить с ним. И на следующий день, когда Вашнаб пришел, у него сердце по-другому он встретил. И таким образом, постепенно, затем, через некоторое время он принял, прибиржил этот сынок Шилы Прабхопады. Поэтому, или кто-то просто одет в одежду святого и использует пожертвования лично для себя, для удовлетворения своих нужд, и не организовывает их для служения так уже, что может произойти. Имеется одна история, также указывает на это. Один Браман, он шел как-то однажды и на пути, он увидел собаку, которая сидела на дороге. Браман приблизился к ней. И собака подумала об этот момент. И в этот момент, когда этот святой пришел, он толкнул эту собаку. И собака подумала, почему он так со мной так поступил. И поэтому, это было во время правления Господа Ширама. И он пришел, и он сказал, эта собака сказала, «Оширам, пожалуйста, разреши мои проблемы, я хочу пожаловаться». Он ответил, сказал ему, что случилось. И он начал рассказывать, я просто сидел на дороге. Никакой недостатка не было, никакой вины. Я не кусал его, этого Брамана. Я даже не рычал на него. Но почему он меня так больно ударил? Так Ширама Чандра послал этого Брамана. И все начали спрашивать Брамана, почему ты ударил эту собаку совершенно без причин. Он сказал, я не знаю почему. Я шел просто мимо и ударил ее. Я даже не знаю, без всякой причины. Ширама Чандра сказал этой собаке, «Послушай, ты обрел наказание от этого Брамана, потому что ты совершил оскорбление». И тогда Дух ответил, «О, Рамуше, пожалуйста, сделай его этим ответственным, ачарием в Матхе. И он Ширам сказал, ты хочешь, чтобы он был ачарием храма? Какая причина? Почему ты просишь об этом?» И тогда он сказал, «О, Рамаджи, прежде, в моем прошлом воплощении, я был президентом храма, но я использовал деньги, которые я получал, использовал их лично для себя. Поэтому в этой жизни я пришел как собака. И поэтому я считаю, что все, что мы оставляем в этой жизни, оставляем семью, приходим в Матху, мы должны очень осторожно и внимательно использовать все, что к нам приходит для служения Харьи Гуру и Вашиналам. А сейчас Матху Канта Прабху будет далее продолжать. Матху Канта Прабху Прежде всего я хотел предложить мои Дадават Пранамы, Лотосу Стопам, моему духовному учителю, Он Вишну Пада, Штатарашата, Шиши Матбе, Активдата Шилла, Шидару Га Своему Хараджи, и также моему Шикшагуру, Шиши Матбе, Парамешара Прабу, и также всем мои низкие поклоны. Из Лотосных уст моего Гуру Дэва мы продолжаем слушать Харьи Гатку о славе Шримад Бхагаватам. Когда в начале Шилла Гуру Дэв сказал, я буду рассказывать о славе Шримад Бхагаватам и все, что он говорил, я хотел бы немного прикоснуться также к этой теме. Однажды, что она Гориша, это было давно, увидел, что состояние века Кали-юги очень плачевно. Все уже знали о том, что уже Кали-юга, которая уже приближалась, и симптомы были очень очевидны. И поэтому Браманы, они думали о том, где же нам найти это место, где Кали-юги не может повлиять на нас, и где мы можем совершенствоваться в духовной жизни. И это место, где чакра упала на землю, называется место на Мишаране. И в этом месте Кали, он не сможет оказать влияние, и поэтому, что на Кали-юги он пришел в лес на Мишаране. Это место на Мишаране. И по этой причине, что является, много причин для этого было, предшествовало этому. Мощево Грудев говорил, что такое, с помощью на Миш мы можем обрести Бхакте. Поэтому на Мишаране, на Миш, это означает вторичное действие, это действие, Когда также вращение таким круговым образом также указывает на чакру, и также это имеет название отношения к Наймишару. И там сидел Шанакариш, он сидел и совершал Аник. И находясь в медитации, вдруг он увидел Сута Газаху из Канда-Куран, а Балады Прабху пришел в это время. И все, кто, вы знаете, находятся на Асане, и также всем образом, совершая Садан Бхазжан в Наймишаране, Сута Газаху в этот момент пришел. И все тут же предложили ему гирлянды. Совершали стути в его адрес, предложили Асану и все остальное. И тогда святые начали спрашивать его, Сута Газаху, ты знаком со всеми священными писаниями, которые ты получил от Гуру Девы, и также ты практиковал это на собственном опыте. Поэтому ты должен помочь нам ответить на наши вопросы. Когда Шукадев Госвами рассказывал Харикадху Шипарикшета Махараджи, в то же самое время в собрании находился Сута Газаху. И он собрал все знания, которые он слышал от Шукадева Госвами лично, в тот момент, когда он рассказывал Харикадху, Парикшета Махараджи, то, что он был чистосердечный. И в этот момент все эти духовные знания, о которых поведал Шукадев Госвами, влились в его сердце. Шанкариши, он спросил его. Шанкариши, он обратился. А есть ли преданные, которые имеют чистое сердце? Шилагуру Дэв, он снабжает такого преданного всеми сокровенными знаниями. Какими качествами должен обладать такой преданный? Что здесь означает? Он должен быть чистосердечен. Шилагуру Дэв тогда, он дарует все духовные знания в сердце такого ученика. Нишкапад означает, то есть не должно быть никакого двулечия, никакого лицемерия. Любое, что он совершает, служение Гуру Дэву, как он служит Господу, если он совершенно делает это искренне, то тогда сердце духовного учителя будет плавиться от служения. И видя старание ученика, постепенно, постепенно, что находится в его сердце, оно по праву перейдет в сердце такого ученика. Поэтому все духовные знания и духовное, оно все должно подтверждаться практикой. Не просто это отвлеченные теоретические знания. Нет, в действительности, даже если вы понимаете язык, вы не можете понять, чем от Бого там просто читая или слушая. Почему? Все духовные писания, они имеют определенную особенность. Это как бы определенный напев, тон, в котором рассказывается. Например, если вы обращаетесь к кому-то, вы можете сказать, в состоянии гнева обратиться, или очень сладостно, или вопросительно. И это будет выглядеть совершенно, как, например. И поэтому в зависимости от настроения, в котором произносится, это имеет различные значения. Если тон меняется, то тогда и значение того, о чем вы говорите, оно меняется. Вы должны понять вот этот самый тон, вот этот, как еще сказать, что является очень важным. И это в вас... Просто читая, вы не сможете понять тон, в каком настроении совершается повествование. Вы не сможете это просто прочитав, понять. То, что является особенностью Священного Писания. Когда полубогие... Когда он рассказывает, когда пахтали океан молочный, они смогли обрести нектар, но эти демоны, они ничего не достигли. Сейчас мы будем слушать Харикадху, которую будет рассказывать Буджипадчидар Мухарадж. Мы продолжаем слушать Харикадху снова и снова. И готовимся к этой Харикадхе. Постепенно, постепенно мы начнем понимать суть того, что является очень важным в Харикадхе. И я хочу, чтобы вы записывали также, делали записи того, о чем я рассказываю. Харикадху снова и снова. Харикадху снова и снова. Харикадху снова и снова. Прежде всего я хотел бы предложить мои бесчисленные дадават пранамы, лотосные стопы, моего духовного учителя. Прежде всего я хотел бы предложить мои бесчисленные дадават пранамы, лотосные стопы, моего духовного учителя. То, что мы слушали, и продолжаем так же о том, как Трошкин Махарадж задал ему три вопроса, на что мы должны медитировать, что мы должны слушать, и на то, что мы должны слушать. И то, что мы должны говорить. И Шишкадев Госвами начал отвечать. Шишкадев Госвами отвечает в этой шлоке, объясняет, что есть два вида людей, которые есть, люди, которые будхи, которые менее разумные, и те, которые более разумные. И те, которые более разумные, чем они должны заниматься, те, которые менее разумные, Шишкадев Госвами объясняет. И обычно люди, что они считают и думают, совершая баджан, садана баджан, они не поклоняются Шинарайне, Шри Кришне. Они просто хотят освободиться от страданий материального мира, и поэтому они принуждены поклоняться. И также те, которые хотят обрести материальное благо, хорошую жену, семью, они поклоняются Шанкарджи, Дурге, Ганешу и так далее, которых очень легко удовлетворить, чтобы получить материальное желание. И также очень много полубогов, которым поклоняются. Если Вашинова Деви, вы можете увидеть люди. То есть, я им сказала Деви, некоторые проделывают большой путь. Есть одно место, где находится Дургадеви. Люди идут на большом расстоянии с Харидвара, они несут кувшины с Ганготрии также, и идут очень длительное расстояние, чтобы совершить шевалингу поклонения. Они не спят ночь, всю ночь они идут, держат на голове кувшины и совершают такую аскезу. По какой причине? О, если Шанкарджи, он будет удовлетворен в моем служении, это очень легко, я смогу, бизнес у меня будет хорошо, и я семью смогу обеспечивать. И поэтому, как бы в таком настроении идет поклонение полубогам. Но Шуркадава Госвами отрицает. Он отвечает. Тот, кто ничего не желает, а лишь только обрести бакова прему, служение, так, урджая. Сарвакам означает. Это тот, кто желает всего материального, что принадлежит этому материальному миру. Деньги, процветание, почет, уважение, хорошая семья, хорошие дети. А также те, которые желают освобождения из материального мира. Чем они должны заниматься? Они должны совершать поклонение Парам Шри Бхагавана. Это объяснение Шуркадава. И также те, которые не обладают таким разумом, чем они должны заниматься? Те, которые менее разумны. Они должны здесь объединять. А здесь Брама Тэйдж означает служение Брама Джи. Тот, кто хочет постоянно поклоняться Индре. А тот, кто желает, чтобы семья и дети, всех было все хорошо, он должен поклоняться Параджапате. А тот, кто желает деньги, процветания, Деви. И дети имеются Дурга, Деви. А тот, кто желает обрести образование, он должен поклоняться Панедеву. А тот, кто желает обрести побольше денег, кому он должен поклоняться? Аштавасу. А тот, кому нужно могущество, очень здоровое тело. Кому он должен поклоняться? Они должны поклоняться Рудрагану. Здесь имеется в виду те, которые хотят хорошо питаться. Они должны поклоняться Дети. О том, кто желает думать о райских планетах, он должен два дыша, Дети поклоняться. О том, кому нужно целое царство, прекрасный дворец. Они мечтают. Они должны поклоняться... Я не поняла. Яседев или Яседев? Ашвани Кумар. Точно так же различные полубоги, которые упоминаются. И поэтому тот, кто желает обрести красоту, Гандарвам, они должны поклоняться. Небесным красавицам, жителям райских планет. А тот, кто хочет обрести красивую жену, Абсарам, должны так же поклоняться. Все смеются. А тот, кто желает обрести образование, он должен поклоняться Шангарже. А кто, например, спорит с женой с мужем, и они хотят, чтобы все-таки счастливо жить в семейной жизни, с любовью и привязанностью, они должны поклоняться Ума, Дея. А тот, кто нуждается, который хочет продолжить свой род, он должен, Петролог, поклоняться, увеличить свой род. А тот, кто хочет, чтобы его враг уничтожить своего врага, он должен поклоняться демонам. Поэтому есть определенная категория полубогов, которые отвечают, имеют различные полномочия. Поэтому каждый полубог имеет, который дается указание, каким образом поклоняться им. Шихадава Гасвам говорит, почему это упоминается, эти имена, как поклоняться, каким образом поклоняться, объясняется в шастрах. Если кто-то, 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 просто поклоняясь, которым можно все обрести, зачем поклоняться всем полубогам в отдельности каждому? А есть ли та поклоняемая Личность, которой можно совершать служение и обрести все, все необходимое для счастья? Шихадава Гасвам, Парашид Мухараш задал вопрос. Тот, Шихадава Гасвам говорит, если никаких нет материальных желаний, Сарвакама, Мокшакама, тот, например, кто желает освобождения, желание материального удовлетворения и чувства, и тот, кто достаточно разумен, он что сделает? Он будет поклоняться Парам, Порушам, Парам, Порушам. Здесь имеются инкарнации Господа и также Сам Господь. Инкарнации имеются в виду Шина Райана, Шевешно, Панча, Пандавы, также они являлись мужьями Дропаде. Она пришла из Ягье, она была настолько прекрасна, и все цари сражались за то, чтобы обрести ее в качестве своей жены. Она была самой прекрасной в то время во всей Вселенной. Никто не мог сравниться с ней. Но когда нужно было выстрелить из лука, попасть в глаз рыбы, которая была очень высоко на столбе, и смотря для этого масла и отражение этой рыбы, глядя на отражение этой рыбы, выстрелить и стрелой пронзить глаз рыбы, это было невозможным трудным заданием для всех желающих. И тогда Арджун, после, он мог поразить глаз эту рыбу, и он смог обрести ее в качестве своей жены. А Субатра, сестра Арджуна, ой, Субатра Арджуна, которая являлась сестрой Кришны, который хотел, чтобы Субатра вышла замуж за Арджуна, а Баладе Прабу, он хотел, чтобы Дрападе вышла замуж за Дурьёдану, да? Это Баладе Прабу, он хотел так. Но Кришна, он хотел, чтобы Субатра стала женой Арджуны, а Шибаладе Прабу был против. И все, находившиеся там, они приняли, что Юхишир Махараджан является, может явиться царем, и когда Кришна совершал Раджу Ябьо, Юхишир Махараджан, он был очень, он обратился на Кули Сахадеву, которые сказали о том, что Юхишир Махараджан был, что Арджуна, если он обратился к Пандавам, Кришна и сказал, если вы хотите обрести, Юхишир Махараджан в этот момент, он попросил Шри Кришну, что, вот, например, слушая деяния Кришны, Борис Махараджан и так далее, Дру Махараджан и так далее, то, что прославляет, прославляет чистых преданных Господа. И поэтому, если вы хотите обрести все самое лучшее, о чем вы желаете в жизни, вы должны поклоняться Кришне. Это к тому, что говорилось прежде, как поклонение полубогам. Поэтому для этого не нужно поклоняться полубогам, нужно поклоняться источнику от того, что является, кто является самой верхом наличностью Бога. Поэтому тот, кто совершает бхакти, в настроении не шпанута, совершенно без всяких материальных желаний. Но если даже у преданного есть какие-то материальные желания, они все равно должны продолжать служить Кришне. И таким образом служат Кришне постепенно-постепенно вы избавитесь от материальных желаний. И придут духовные желания служения Господу. Здесь это процесс, который основан на определенных правилах. И если, как, например, Идрова Махараджа, который совершал бхатчан, у него было, у него было желание. Я хочу обрести такое царство, еще даже более величавое, чем то царство моего сына. И моя мама, я хочу, чтобы она была Раджа, матерью. А сейчас она не может находиться рядом с царем, с моим отцом. И поэтому Дрова Махарадж по этой причине пошел в лес. И он все еще имел это желание. Но когда он привел в Бхагавадаршан, Господь сказал, обратившись к нему, все, что ты желаешь, я готов тебе даровать. То, что даже полубоги, они не в состоянии исполнить эти желания. И даже то, что они имеют. Это то, что... Почему? Потому что никто не в состоянии... Полубоги, они не имеют достаточного могущества, чтобы даровать освобождение или продлить эту жизнь. Они могут выполнить какие-то желания, но они немогущественные. А я могу даровать тебе исполнить твое желание. Что же Дрова Махарадж ответил? О, Прабу, я был настолько глуп по этой причине я был против своего отца. И теперь я пытался найти... Я пытался найти вот это стеклышко, которое... которое ничего не значит. А сейчас я обрел этот... Я пришел для этого... Осколочка этого стекла. Но теперь я обрел твои лопастные стопы. Теперь мне ничего не нужно. Поэтому только поклоняется Кришне, когда все его желания... Что означает? Поклоняясь Кришне без всяких желаний. Но когда он обретает нектар служения Кришне, что далее происходит? Он испытывает необыкновенное духовное счастье и становится личным слугой Господа. поэтому тот, кто является чистым, преданным... Центр preservACE «Богиостные стопы» в Шкопахи и во всем священном Absahi чаще clothed Он объясняет комментарии к этой эшелоке. Тот, кто имеет очень много материальных желаний, или тот, кто желает освобождения, а не более боги в сравнении с теми, кто желает обрести богу. О, прабо, не имеет значения, в какой бы жизни я ни находился, в каком виде существования. Пожалуйста, даруй мне рати твоим лотосинстопам, из жизни в жизни, чтобы в каждом своем воплощении я смог больше и больше развивать любовное служение твоим лотосинстопам. И поэтому из жизни в жизнь, что мне придется испытать в будущем, я молю тебя о том, чтобы моя бабка не разрушилась. И поэтому это мое единственное желание. И солнце, которое... Это солнце, которое мы видим, это на самом деле время, отлицетворенное время. Оно всходит на востоке и заходит на западе солнце. Далее. Кшила Бхактимон Такур упоминает в одном из киртани, когда солнце восходит, что происходит? И когда оно садится, мы видим, что уже день прошел. И так же каждый день проходит день с утра до вечера. Ну почему же жизнь проходит, я испытываю ленность, почему я не служу Господу? Что же мне делать для того, чтобы служить Господу? Слушать Бхагават Катху? Однажды один в Лалабабу, там есть храм в Западной Бенгалии. Кто видел? Многие. Очень красивый храм. Этот Лалабаба, он читал Рамайну, Бхагаватам. И он говорил, что человеческая форма жизни очень редко. Каждый... Каждый... Он, совершая аскезы, он стоял в такой определенной аскетической позе. И там один, который на тележке продавал овощи, он продал их и обратно. И он как бы предложил ему. Но тот стоял в течение всего дня, когда он возвращался, он сказал, послушай, Лалабаба, ты стоишь уже до сих пор в течение всего дня. Уже сейчас солнце заходит. Но ты мне должен деньги заплатить за то, что я тебе предложил фрукты. И он говорит, что уже время прошло, сейчас солнце садится. То есть оно уже проходит. И точно так как солнце в нашей жизни, оно заходит, мы постепенно старимся. А здесь дистанция, что означает, это тот путь, который мы должны совершить, чтобы войти в обитель Господа. И далее вот этот продавец, он сказал, ты мне должен вернуть деньги. И когда он услышал об этом, он действительно и правду сказал, я целый день занят своими домашними какими-то обязанностями, поэтому я не буду больше заниматься ничем другим, а я пойду в обрендован и буду совершать баджан. И он стоял на дороге и думал, он являлся величайшим землевладельцем, и у него было очень много денег. И он подумал. И он стоял на дороге. Я должен закончить несколько заданий, которые мне осталось выполнить, и потом я пойду в обрендован. То есть несколько бизнесов своих я должен закончить, а затем пойду в обрендован. И он думал, что же делать, что же делать. И там был этот дворник, который подметал дорогу. И этот дворник обратился. О, Ла-Ла-Баба, ты должен немножко посторониться. Ла-Ла-Баба подумал, да, в 10-20 он правильный. Он сказал, ты должен посторониться. Поэтому я теперь, я думал, и он, когда он указал, он указал мне, куда я должен вступить в этот момент, чтобы не мешать ему. И я думал, что я должен вернуться домой или в обрендован. Это как особый знак для меня. Я считал, что я должен вернуться домой и заняться бизнесом. А затем, когда я закончу, я пойду в обрендован. Но он подумал, ну что же, если я сейчас вернусь, одно за другим, одно за другим будет приходить. Всякие причины, которые будут удерживать меня. И когда этот дворник сказал ему, посторонись, и когда он остановился, он подумал, что это знак для меня, то, что мне указывает дворник, я должен пойти в обрендован. Он постепенно, постепенно, вы знаете, такой очень красивый, когда он вернулся, прежде чем, то, что имея сбережения и так далее, после того, как он пришел из обрендована, он построил вот этот прекрасный храм в Западной Бенгалии. И владелец этого мандира, Лала Мандир, и там еще кто-то рядом построил, они были очень богатыми. Они прежде жили, когда в Бенгалии, они между собой, очень много спорили они между собой, и были раздоры между ними. И поэтому каждый день там раздавали просад, для тех, кто действительно нуждался в этот Лала Бабу. Он не мог ходить, собирать пожертвования. Почему? Потому что у него были определенные, то, что ему мешало, это Клашеса. Он не мог принимать просад от ранга Бабы, с которым он был в недружеских отношениях. Но в Авериндаван является местом самой Шимати Адхарани. И поэтому до тех пор, пока тот, кто не достигнет милости Шимати Адхарани, он не может нападиться в Авериндаване. Лишь только по ее милости. Шимати Адхарани очень милостиво. Она думает о том, о Татуала Баба. Он все оставил, оставил, чтобы совершать баджан здесь. Почему? Потому что если вы хотите совершать баджан, вы должны оставить сложное эго, гордыню. И если вы не сможете освободиться от лицемерия и двуличия, вы не в состоянии совершать баджан. В общем, Адхарани что сделала? Она обрела форму маленькой девочки. И она сказала этому Лала Бабу. О, ты оставил свой дом. И пришел сюда совершать баджан. Но до сих пор у тебя, у тебя эта гордость, Рам Габаба, он совершает, каждый день раздает пожертвования, кормит, кормит всех. Почему ты никогда не приходишь? Если ты хочешь совершать баджан, пойди, тебе подадут роти и так далее. И он подумал, конечно, Мать Адхарани, она очень милостиво дала мне наставление. Лала Бабу пошел, и он встал в очередь. И он стоял, и тогда в это время раздавали просады. Этот Рам Габаба он раздавал, и он увидел, и сказал, Лала Бабу, вот этот богатый бизнесмен, земледелец с Бенгалии, пришел в Авриндаван и просит пожертвования здесь. Он оставил свою гордыню, что он... И он сейчас ждет, что я подам ему роти. И это настроение проснулось в их сердцах, и они обняли друг друга в этот момент. И все их споры закончились. И тогда вся эта грязь, которая существовала, зависть, и то другое, что мешало им общаться, оно все точно же ушло. Но когда Лала Бабу, он пришел, у него было хорошее такое одеяло с собой. Как Шимати Атхра не подумал, он все оставил, но он пришел в Авриндаван с этим очень дорогим, качественным одеялом. Как Шасанатан Гасвами, когда пришел в Джаганатхапуре, с ним было очень, очень было такое, тоже очень дорогостоящее одеяло. И поэтому Шимати Атхаране, она приняла также форму маленькой девочки, и пришла и сказала, «О, Баба, ты просишь пожертвования, идешь от двери к двери, но у тебя на твоих плечах это одеяло, как чадар, если хочешь совершать бажен, ты должен оставить его». И тогда он подумал, конечно, это действительно правильно, и он освободился от этого одеяла. Шимати Атхаране настолько милостыла. Если вы хотите совершать бажен без всякого лицемерия, с очень искренне, чистосердечно, вы должны молиться из глубины своего сердца. И тогда Шимати Атхаране, она делает все доступно для вас. Это действительность и время, которое с утра до вечера, оно быстро течет и забирает нашу жизнь. Так изо дня в день постепенно-постепенно все идет к раку. Но тот, кто использует время для обсуждения утома шлока, это означает сам Господь, который поклоняется в этой утома шлоке. Если он тратит время на обсуждение этой шлоки, тогда его жизнь обретет совершенный успех. В этих шлоках Человечного Хачакрователя Курдала комментарий замечательный, где он каждое слово объясняет, что он написал. Завтра мы продолжим обсуждение этой шлоки. Продолжение следует... Продолжение следует...